А перед началом данного видеоролика я хочу поблагодарить вас за те 19 плюс лайков, которые вы набрали под прошлым роликом про Counter-Strike Global Offensive Mobile. Да, именно ваши лайки дают мне мотивацию делать новые ролики, так вот, ловите новый видосик. И да, вот я уже захожу в эту CSGO Mobile, появляется логотип Counter-Strike Global Offensive, сокращенно CSGO. И нас встречает менюшка с персонажем. Просто послушайте эту музыку на фоне. Ладно, то что музыка здесь есть, это хорошо. Давайте смотреть сами иконки. Здесь есть профиль, тут не отображаются матчи, то есть звания, вот это всё. Есть новости, что добавляет разработчик. Есть инвентарь, что странно, ой, не странно, но не во всех пародиях есть адекватный инвентарь. Тут даже осмотреть оружие можно. Ничего себе. Оно без них... Ага, вот, вот и первый баг. Оружие просто просвечивается. Проект ещё сырой, я не знаю, я его нашёл в каком-то видосике, там, трёхлетней давности. И там ссылки не было, мне пришлось поискать его в самом интернете. Ладно. Что здесь ещё есть, помимо кнопки осмотра? Вапка. Просто просматривается зум. Недоступно, недоступно. Даже не пытайтесь, вот эта ссылка, которую вы сейчас увидели, она не работает. Я уже проверял, так что... Нет, она не сработает. Есть настройки. Выбрать панораму можно. Выбрать размер панорамы. Авто, можно выбрать живое меню или нет. А звук можно прибавить, можно выключить и... Больше ничего. Здесь есть ревновательный. Нет, верхние кнопки не нажимаются. Эти кнопки не работают. Также здесь надо по группе что-то сделать. Ладно, есть карты Dustvine, Inferno Mirage, Change и... Я не фанат КСГО, поэтому не знаю, что за карта. Название мне ленин читать. И вот загрузочный экран. Тот самый загрузочный экран из КСГО. Да. Чтобы играть с ботом, добавьте бота в консоли. Надо будет самому протестить, когда я буду играть. И сразу нам дается выбор персонажа. То есть за кого хотим играть. Я зашел за контртеррористов. И у нас в руках сразу появляется калаш. Да, калаш. Так, сейчас мне придется перезайти, чтобы игра вела себя адекватней. Вот, в принципе, я уже перезашел. Не обращать внимание на водяной значок, который справа. И вот осмотр оружия. Да, здесь присутствует осмотр оружия, прыжка и стрельба. Правда, стрельба не показывает сами пули, попадающие в стену. Но, не важно. Главное, геймплей есть. Да. Этой игре еще надо развиваться. Дробаться. И вот тот значок, который снизу. Мне лень было скачивать оригинальную версию. До рекорда. Я решил сейчас по фасту скачать, чтобы лагов не было. Есть стрельба. Да. Это все, что на данный момент мы можем делать. Больше мы ничего не можем делать. Показывает сколько сервисов, сколько контртеррористов. И показывает за само время. Вот, в принципе, как добавить бота. Всем спасибо, кто досмотрел до данного момента. И пропишите в комментариях, если вы досмотрели до данного момента слово раз. А с вами был я, Райк. Всем удачи. Всем пока.